Всем привет! Слушай, Лёха, я не знаю, как ты, лично я себя сейчас чувствую, как вот после очень долгого перерыва, когда тебе вновь предстоит сделать это. И ты так себя уговариваешь, ну это же как езда на велосипеде, сел и сразу вспомнил. Это как хорошее порно. Всем привет! Это «Секс-патруль на удаленке» и Виктория Исаева. И Алексей Красиков. Да, мы, в общем, решили продолжить для вас ту большую рубрику, которую всегда для вас делали, это вопросы секса, отношений, и выбрали для вас самые такие топовые, актуальные темы, которые мы будем обсуждать, пока мы находимся на карантине. Мы с Викой не виделись очень давно. Последний раз мы виделись у меня на диване, по-моему, дома, да, или... Мы были обложены секс-игрушками просто вот от и до и пытались найти им правильное предназначение. Кстати, если вы не видели это эпичное видео, ссылку разместим обязательно в описании к этому видео. Обязательно посмотрите, как мы жонглировали двуствольчатыми и прочими... Это вот эти двойные были, да? Да, да, да. Я тебе потом расскажу, куда они мне потом делись. Это многих интересует, куда они потом у тебя делись. Ты, кстати, я давно хочу спросить, у тебя драчильный коврик-то он как вообще? Он лежит, ты знаешь, он лежит, но, если честно, я его так ни разу и не попробовал по применению, но я его там пробовал в другом контексте, но такое себе дело. Надо приспосабливаться. Мне, я такой, знаешь, мне надо чем попроще. То есть пару делдонов, пару там наручников, то есть так, чтобы это было конкретно. А вот там, где надо как-то вот что-то как-то придумывать, там сложновато. Потому что там клитор не помещается. Там как бы они же разные клиторы, и там все время как бы там все это пока достанет. В общем, там сложно. Поняла. Итак, у нас тема сегодня какая? Ребята уже сидят и думают, о чем мы сегодня говорим. К вопросу о том, как приспособиться. Вот сейчас наступили такие времена, когда многим придется приспосабливаться, и похуже, чем тебе с драчильным ковриком. Я хотела с тобой поговорить о деньгах. О деньгах, об успехе, о психологии богатства. То, на чем сейчас хайпуют очень многие. То, что сейчас продается просто как горячие пирожки, наверное, сам знаешь, да, коучи по успешному успеху, это сейчас просто вот тренд. Ты единственный, нет, не единственный, но один из немногих психологов, миллионеров, которых я знаю. Действительно успешный человек, который реализовался, причем занимаясь своим любимым делом. Это, наверное, для многих мечта, поэтому я с тобой сегодня хотела это обсудить. Как у человека, который уже в какой-то мере пришел к этому, а многие туда еще только намыливают стропы. Ну что, давай о деньгах поговорим? Да, это, в принципе, такая тема-то невротическая, да, потому что что сейчас люди боятся потерять деньги, кто-то потерял, что в целом они приходят в кабинет психотерапевта, потому что деньги для них метафора безопасности. Тем такая актуальна. Ты знаешь, вот мы с тобой росли в ту эпоху, когда, я не знаю, что тебе говорили в детстве родители про деньги, но вот я росла с убеждениями, что терпение, труд, все перетрут. А если ты еще и занимаешься любимым делом, то это вообще залог успеха. Но самое главное, да, то есть вот мне в детстве внушали, я как-то выросла с убеждением, что если ты профессионал своего дела, если ты это любишь, если ты этим действительно занимаешься с удовольствием, с самодачей, качественно, у тебя есть к этому предрасположенность, и ты много трудишься и не боишься трудиться, то у тебя вот сто процентов все будет в шоколаде. Но когда я выросла, угадай, что произошло? Мир перетасовали, карты перетасовали, и оказалось, что упорный труд, даже профессионализм сегодня не является синонимом успеха и богатства. Почему так? Как ты думаешь, какие качества сегодня нужны, чтобы быть богатым человеком? Ну, давай начнем. Какие качества? Значит, вот если начинать с самого твоего начала, вот это терпение, труд, все перетрут, и в Советском Союзе это школа, институт, будет распределение, и надо просто много работать, тогда у тебя будет все хорошо. Сейчас эта парадигма уже давно не работает, и она, конечно, поставила в тупик большое количество людей. Сейчас надо понимать, что... По-моему, Рокфеллер сказал когда-то, что если вы много работаете, у вас не остается время зарабатывать деньги. Да, и здесь парадокс в том, что надо немного работать, а надо заниматься тем делом, к которому у тебя есть талант и склонности. То есть, если у тебя есть то дело, к которому у тебя есть талант и склонности, то ты будешь успешен, потому что ты все время будешь на голову на две других людей. То есть, я бы так сказал, есть две категории людей, да? Это люди, которым дано, грубо говоря, и те, которые хорошо стараются. Вот те, которые хорошо стараются, не всегда будут хуже тех, кому это дано. Ну, можно быть, знаешь, можно быть актером или футболистом, талантливым от природы, а можно хорошо играть в футбол. Вот это разные вещи. Поэтому, на мой взгляд, первый критерий в этом смысле успеха, это нащупать то, к чему у тебя есть таланты, а не то, а не то, чему ты там учился или чему правильно хотят твои родственники. Потому что в большинстве случаев мы говорим как? Надо учиться, и тогда получить хорошее образование, и ты будешь талантлив. Я считаю, что это парадигма неверная. Я считаю, что ты будешь успешный тогда, когда ты найдешь то дело, в котором у тебя есть склонности и способности. Но тут возникает еще одна ловушка убеждений. Нам в Советском Союзе, помнишь, говорили все время, что пробовать – это плохо. Пробовать – это не постоянство, это беспринципность. Например, ты пришла сегодня в одну нишу или в одну компанию, проработала полгода, год, поменяла. И ты говоришь, я вот то туда, то туда. Все говорят, вот ты какая-то беспринципная, переобуваешься, все время вот что-то переобуваешься. И как бы это и есть очень частая проблема к успеху. Потому что слово «переобуваешься» и «беспринципное» имеет негативный контекст. А если представить себе, что человек находится в поиске, что человек пришел в эту организацию, попробовал, понял, что это не его, у него подвернулась возможность и дальше пробовать, исследовать, пробовать, исследовать. И чем больше мы будем пробовать и исследовать, тем больше у нас математические шансы нащупать то, к чему у тебя есть склонности. Вот это очень важно. То есть убеждения мешают нам пробовать. Вторая проблема, которая здесь есть, это то, что очень часто наши убеждения о том, кем мы должны быть и кем мы по жизни хотим быть из мечты, мешает нам видеть то, что есть под ногами. Ну, например, у тебя есть фантазия, что я буду космонавтом или врачом. Вот такая, в детстве. А у тебя буквально под ногами течет в огороде речка, в которой есть намываемое золото. Но ты его просто не видел, потому что ты на этой речке никогда не ходила. И ты такая все время думала, что ты будешь врачом, ты стал врачом, зарабатываешь мало у себя в селе. И потом твой сосед говорит, слушай, Вика, у нас в речке-то золото, оказывается, лежит под ногами, а ты его никогда не видела. Понимаешь, да? То есть это вот история про убеждения. Первое. Это найти то, к чему у тебя есть склонности и таланты, тогда у тебя все будет хорошо, априори на голову. Ошибка – это то, что люди боятся пробовать. Потому что, чтобы найти себя и свои таланты, надо пробовать. Они думают, что пробовать – это плохо, грешно, беспринципно и переобувка. И третье. Это то, что то, каким мы видели себя всегда с детства, мешает нам видеть то, что есть какие есть возможности на самом деле. Во-первых, должно быть вот так. Вот так должно быть. А вот здесь есть куча вариантов еще лучше. Но мы из своих принципов это не делаем. Вот, на мой взгляд, это три таких самых главных момента. И четвертый, последний – это то, что невозможно хотеть всем понравиться. Да, потому что хотеть всем понравиться и всем угодить – это первое правило краха. Я не знаю ни одного успешного человека, который чего-то добился, который пытается делать бизнес или пытается делать себя, как self-emailed man или woman, как с метафорой «всем понравится». Знаешь, мне вообще очень нравится такое понятие, что успех – это априори отклонение от нормы. Да. И если ты хочешь быть успешным, ты сразу изначально должен выйти из стада, отклониться от нормы и быть полностью готовым не угодить вообще никому. Я здесь абсолютно соглашусь с тобой, вот сто процентов. Причем все люди, если мы возьмем просто обычные эмпирические исследования, то мы увидим, что от актеров, от бизнесменов, от любых успешных людей, они априори отклонены от нормы. Не в смысле психиатрии, да? А в смысле… В смысле, да. В смысле, что большинство людей живут с убеждением быть как все, мне вот, чтобы как у людей, чтобы все как у людей. Если ты хочешь быть успешным, то это сразу же не про все как у людей. Да. То есть тебе надо изначально, априори на развилке сделать выбор, я хочу как у всех, или я хочу, потому что яхты, бентли, майбахи и там дома на берегу Тихого океана и свои острова – это не как у всех. Соответственно, тут тебе все нужно не как у всех. И алгоритмы, и образы мысли и так далее. Слушай, ну вот в том, что ты назвал сейчас, да, я соглашусь со всеми этими убеждениями, но я бы еще сюда добавила синдром самозванца. Это когда, знаешь, например, вот у меня есть знакомый психотерапевт, прекрасный специалист, волшебный, он достигает чудесных результатов, он берет за консультацию 2000 рублей, и поскольку он в провинциальном городе работает, ну что, в принципе, не проблема, ведь сейчас же можно работать по скайпу, да, у него не так много клиентов. И человек, который обладает знаниями на миллионы, навыками на миллионы, и действительно оказывает помощь там, ну, очень ценную, даже бесценную, я бы сказала, потому что, да, он может восстановить человеку жизнь. По факту, да, он не является никаким ни олигархом, ни миллионером, ни успешным, ни медийным, ни кем. Вот к какой группе ты отнесешь таких людей, что мешает им преуспеть? Ты знаешь, об этом прекрасно сказал Дональд Трамп, когда он еще не баллотировался даже в президенты, и наверняка об этом не думал. Много лет назад я прочитал его книгу, и не одну. И, по-моему, эта фраза была в книге «Искусство заключать сделки» или «Мысли по-крупному не тормози». Какая-то из этих, в общем, книг. И там была очень такая фраза, которую я бы чуть запомнил, что если ты нашел свой талант, если ты имеешь вот такой вот успех, то не надо бояться прокричать об этом на весь мир. И там вот эта цитата прям Трампа, да, почему он все время носит кепки со своим именем, вот это его философия. Если ты сделаешь что-то хорошо, делаешь какой-то хороший продукт, если ты делаешь что-то, не бойся об этом заявлять и кричать всему миру, что ты это делаешь. Вот это как раз очень часто мы действительно видим талантливых, интересных самородков таких, да, но они по своим каким-то убеждениям и принципам не хотят об этом кричать. Мы не можем их заставлять. И в то же время иногда видим наоборот. Мы видим неплохо копирующих, неплохо старающихся, неплохо упаковывающих ребят, как правило, да, таких вот, которые думают только про упаковку, думают только про развлекуху, и они, в принципе, будучи неталантливыми, будучи очень посредственными, кричат о себе на весь мир, ну, в кавычках, да, и как бы вроде как у них есть какая-то аудитория и какой-то а-ля успех, но это временно всегда. Вот ты прямо опередил мой следующий вопрос. Я как раз хотела спросить, как ты относишься к мастерам упаковки? А их сейчас действительно великое множество. И я помониторила рынок, и я просто нашла такие кадры. Лех, это просто эпичный пиздец. Это люди, которые, ну, не просто там мимо психологии, мимо какой-то психологической книжки проходили, это, ну, просто, ну, блин, это вредители даже, я бы сказала, которые при этом не стесняются абсолютно называть себя психологами, продавать свои услуги там личного коучинга за 300, за 500 тысяч рублей. При этом, когда ты задаешь простой вопрос, окей, ты психолог, ты коуч по успешному успеху, ты хочешь меня там привести к миллионским миллионам, да? А в какой школе ты работаешь? В какой, ну, да, ты кто? Ты психоанализ, ты когнитивно-поведенческий, ты гештальт, кто ты, что ты? И человек начинает теряться, тушеваться, у него бегают глазки, и он тебе говорит что-то вроде... Ты знаешь, я, конечно, владею всеми этими методиками, всеми этими школами я владею очень хорошо, но, честно говоря, я нашла кое-что лучше всего этого вместе взятого. Такое, что даже сам дедушка Зигмунд Фройд не додумался, а я додумалась. Я говорю, окей, что это? Ну, я бы тебе сказала, но ты точно этого не знаешь, потому что это моя секретная метода. Окей, где можно почитать про эту методу? Ну, это... Понимаешь, и начинаются вот такие вот-вот-вот-вот. Как бы я это слушаю, и я понимаю, что это пиздец. Ну, этим пиздецом заполнены 90% книжных магазинов. Почему так? Ты можешь объяснить как-то логически? Могу. У меня есть своё мнение на этот счёт. Но у нас, к сожалению, нету сейчас в стране контроля по изданию книги. То есть, если раньше, когда человек в Советском Союзе писал книгу, то чтобы тебе издали в Советском Союзе, да, требовалось пройти огромное количество инстанций, и чтобы это было одобрено сообществом, одобрено учёным советом, одобрено там какой-то литературной критиками, да, и только потом это издавалось, что это вообще людям как бы можно читать, что это там как-то вот труд какой-то. Сейчас любая там Зина и Петя из соседнего подъезда могут по большому счёту издать любую книгу, да, и кичиться тем, что у неё 20, 30, 40, 50 книг, и большинство людей автоматически посчитают, что это метафора компетентности. Что касается самой темы, да, вот мы, кстати, с Викой не готовились, то есть, я не знаю вот эти тезисы, которые мы будем друг друга спрашивать, мы всегда любим импровизировать. Ты знаешь, по поводу инфобизнеса и денег, это большая проблема в современности, потому что, вот я об этом говорил недавно, это катастрофа в какой-то степени, потому что большинство инфобизнесменов и инфомаркетологов, у них нет задачи сделать действительно полезную и качественную историю, и они из себя не представляют какую-то априори экспертность. Их задача работать на трафике, то есть, они собирают трафик какими-то там плясками, танцами, шманцами в Инстаграме или ещё где-то, объединяются с блогерами, упаковывают некую полезную штуку, продают это на рычаге, и, собственно говоря, в этом есть бизнес. Когда мы говорим про эксперта, то эксперт, как правило, очень такой, ну, посредственный в области интернет-маркетинга. Но между этим, с тем, надо понимать, что это тоже важно. Что касается основного момента про это количество людей, здесь не нужно, а по этому поводу, Вик, мне кажется, переживать, как-то удивляться, надо просто становиться лучше самого себя. Надо просто самому развиваться, развивать свои компетентности, надо развивать свои способности, свои таланты, искать всё больше и больше широты применения своим талантам, и тогда все вот эти вот гоблины и тролли, они будут естественным образом как бы отметаться, потому что рано или поздно люди понимают, что есть что, и они как бы понимают всё. У меня ещё есть несколько тем, тезисов, да, вот к моему вопросу про деньги, пока ты говорила, я вот здесь вот из головы вывалилась, значит, я сейчас подытожу. Первое – это найти свой талант, а не заниматься тем, что мама и папа сказали. Но чтобы найти свой талант, надо пробовать. А чтобы пробовать, надо проработать убеждение, что пробовать – это плохо, что пробовать – это низко, беспринципно и так далее. Третье – это не загоняться в шоры, что вот как планировало, так и будет. Ты можешь всегда понимать, что стоит посмотреть влево-вправо, и у тебя под ногами есть то, тонейшие, те сферы, которые возможны к успеху. Четвёртое – это категорически нельзя бояться не понравиться. То есть обязательно надо понимать, что если ты хочешь понравиться, угодить своим бизнесом или своими какими-то делами, то это плохо. Надо прорабатывать историю про то, что ей страх не понравится. Пятое – это гибкость. То есть человек должен уметь действовать по ситуации, особенно в период кризиса сейчас. Потому что если у тебя были запланированы такие-то продажи, или были запланированы такие-то объёмы, такие-то открытия филиалов, и тебе сейчас придётся поменять историю, поменять план. И это нормально, в этом нет никакого смертельного момента. Второе – например, ты планировал работать с такими-то подрядчиками или с такими-то партнёрами, а тут раз – рынок поменялся, и тебе придётся поменять подрядчиков, поменять партнёров. Это не значит, что ты переобулся, это плохо. Да, ты переобулся, но ты переобулся, потому что, видите, разменился, рынок изменился. Шестое – это не бояться покричать на весь мир о том, что ты умеешь. Вот как бы это ни звучало Сейчас в современных реалиях Это не стыдно То есть сейчас не должно быть стыдно Говорить о том, что ребята, я делаю это реально хорошо Это раньше, знаешь, как было Если ты делаешь это типа хорошо Надо молчать об этом Девушек скромность украшает Да, вот эта скромность украшает Это хорошо, но в другом контексте Когда ты уже добился чего-то И ты не выебываешься на ламборджине А ты как бы немножко ведешь себя Чуть-чуть принижай В этом смысле демонстрацию Но когда ты добиваешься успеха И в эту гору как бы лезешь Не нужно бояться кричать о том Что ты делаешь это хорошо Иначе у тебя просто эта толпа Ты потеряешься в этой толпе Седьмое Вот по поводу денег Каким бы ты не был талантливым Как бы ты о себе не кричал И что бы у тебя не получалось С точки зрения финансов Если ты не умеешь управлять своим капиталом То ты его просто сольешь Как бы это Сколько бы ты не зарабатывал Поэтому еще один важный навык Помимо всего вот этого Найти себя Не бояться пробовать Кричать о себе Не хотеть понравиться Очень важно управлять капиталом Это формирование Четкого понимания О движении денежных средств Это то, что называется P&L Это то, что называется управление финансами Это четкое формирование Подушки безопасности На 3-6 месяцев Если случится кризис Это четкое понимание Распределения денежных потоков Чтобы они не собирались все в одну копилку А чтобы каждый денежный поток Например там Не совсем дирсификация Не совсем дирсификация Это скорее Вот если например У специалиста есть Продажи вебинаров Продажи частных консультаций Например семинары Или там Преподавательская деятельность Вот у него есть 3 источника дохода У него должно быть 3 счета Не один счет А 3 Грубо говоря счета На этот счет идут деньги Только с этой историей На этот счет идут деньги Только с этой историей На этот счет идут деньги Только с этой историей И вот каждый источник дохода имеет свою копилку, грубо говоря И тогда у тебя, ты говоришь, так, мне нужно там в месяц столько-то, столько-то денег И это покрывает только вот эта вот история А вот эти все не трогаются И по вот этим всем источникам дохода делается план на год И получается, что живя только вот на эту историю Здесь ты выполняешь план на год У тебя через год накапливается определенная сумма, которая называется капиталом Вот тогда люди смогут копить Потому что когда все денежные потоки сводятся в один счет И начинается раздербанивание этого счета То очень сложно копить Очень сложно делать ПНЛ И очень сложно делать движение денежных средств Потому что ты должен все время понимать Например, хочешь про себя скажу, как это у меня выглядит? Давай, давай, почему? Ну я могу это нарисовать, да? И мы назовем этот ролик там деньги Не знаю, пахнут они или нет Вот, например, приходит общий объем денежных средств, да, грубо говоря И вот у меня есть, например Ну я сейчас все не буду перечислять Ну, например, есть частные консультации Есть скайп-консультации Есть регулярные сезоны онлайн И есть копии Да? Вот у меня, например, есть план Что у меня в год, например, проходит столько-то консультаций Ну это пятница умножить на 4, умножить на 12 Бла-бла-бла Ну там, грубо говоря, там 2,5 миллиона В скайп-консультации такая-то история Ну там еще там 3 миллиона Копии там таких-то, таких-то продуктов Ну там еще 4 миллиона Да? И некоторые постоянные истории Связанные там сезоны Там какие-то Еще столько-то И я понимаю Что у меня Вот история про сезоны Там про вот то, что я постоянно делаю Она покрывает мои там зарплаты сотрудникам Налоги Аренды Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла И я на это живу А вот, например, персоналки У меня вообще складываются У меня здесь нету В отдельную шкатулку Когда у меня клиенты приходят И там за год скапливается Ровно 2,5 миллиона кэша Скайпы и так далее Тоже складываются в отдельный счет Да там тоже скапливается Таким образом, я знаю Что как минимум за это, за это Я в конце года Там Там Прибавлю там 5-7 миллионов рублей В конце года Чисто вот за год Вот он капитал Вот так можно копить Расходуя только вот эту историю А вот это ты выполняешь план Тогда у тебя в конце года Будет реальная сумма А если вот отсюда Как я раньше делал Приходили деньги И я все время это дербанил Туда-сюда Поверь мне Здесь ничего не остается Верю охотно Скажи, а ты сам вообще Ощущаешь себя богатым человеком? Ты осознаешь, что ты богат? Как ты это чувствуешь? Нет, вообще Я не ощущаю это Потому что я не думаю Что есть такие люди Потому что все время Как-то знаешь Ты все время чувствуешь Что ты недостаточно сделал И я Сколько смотрел интервью Я сейчас очень хорошо понимаю И Сергея Галецкого И Тинькова И Михаила Фридмана Ты об этом не думаешь Потому что ты делаешь это Не ради Ощущения богатства Ты делаешь это Ради какого-то Внутреннего азарта И ради просто Вот, знаешь Получится или не получится Вот у меня сейчас Например, есть там Интересная история С фондовым рынком И одна стратегия Вот мне интересно Получится у меня На одной сделке Или там На какой-то истории Сделать 10 миллионов чистой прибыли На одной только акции Ну, на одном инструменте Это просто интересно Знаешь Вот потом сказать У меня получилось заработать 10 миллионов На одной Американской компании Это Это чисто Воды И вот Предпринимательский интерес А вот расскажи мне Где грань Между вот этим Здоровым азартом И в принципе Здоровым адекватным Стремлением К больше Выше Лучше И невротической стратегии Еще надо денег Надо еще денег Мало заработал денег Где эта грань? То, о чем ты говоришь Это невроз? Или действительно Есть Я думаю Да Это всегда невроз Я думаю Что грань в том Насколько ты можешь Позволить себе Остановиться То есть Если ты можешь Позволить себе Остановиться И сказать Я хочу отдохнуть И мне пока достаточно И я готов На 2-3 месяца Ничем не заниматься И все хорошо То я думаю Что это нормально Если ты не можешь Остановиться И тебе 20-30-40-50 100 миллионов Все мало и мало То это уже Про невротическую Проблему Потому что Возникает Объективный момент Что Ну 100 миллионов Что они тебя Не страхуют что ли? Ну страхуют Да Но ты все время Хочешь еще 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 Для чего Что это дает То есть это уже Какой-то невротический Подтекст Что это тебе Доказывает Ну да А что касается Богатства Ты знаешь Я думаю Что Я в самом начале Своего пути И Я надеюсь Что я там Через пару лет Смогу рассказать Какую-то историю Более интересную Но Говоря с точки зрения Простого парня Который в подмосковном Городе Химки Начинал Начинал консультировать По скайпу За 330 рублей Мой же Мои же деньги Они не связаны С тем Что я консультирую Людей по скайпу То есть Это скорее Способность Откладывать Но я же консультирую 11 лет Ну да Если бы я эти деньги Заработал Как бы за полгода Со словами Я тут всех наебал И добрый вечер Я 11 лет консультирую Ну естественно За 11 лет Как бы управляя Финансами Да Ну что-то скапливается Если ты управляешь этим Плюс я занимаюсь Инвестирование Бизнес в Индонезии Там есть Да там Другие были Какие-то Бизнесы Они никак не связаны С моими консультациями В этом смысле А ты что думаешь Вот спрос На тренинги Женские Мужские У нас вот 4 минуты Осталось Что ты думаешь Ты знаешь Я думаю Что Мне понравился Последнее время Гештальт Подход к деньгам Гештальтист Ты знаешь На своих тренингах По успешному успеху И как заработать Больше денег Дает интересную концепцию Кстати интересно Твое мнение Согласен или нет О том что деньги Это атрибут Взрослого человека И если тебе Не хватает денег Мир Начальник Вселенная Бог Или кто там у тебя Заглавного Тебе не дает Значит Какая-то часть тебя Еще В глубоком детстве Если ты хочешь Расти До каких-то финансов Тебе нужно расти И смотреть Какие части твои Пока еще В глубоком детстве Играют Играют в песочнице Боятся Предложить свою игру С верстником Потому что Они меня отвергнут Или как грудничок Знаешь Для которого нормально Просто брать 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 И ничего не отдавать Взамен Есть таких много людей Которые хотят Проконсультировать И меня В директ Бесплатно Прямо сейчас Интересная концепция Не знаю Что ты об этом думаешь Ты согласен Я со многим согласен Но я тебе Вот так скажу Деньги Хорошие деньги И финансовый успех Действительно Дружат Со взрослой личностью Это абсолютно Я с этим согласен Но формулировки Я бы другие дал Потому что Взрослая личность Это человек Который может Заниматься Самоконтролем Это человек Который Управлять Может Собой Ситуацией Людьми И человек Который Не Эмоционирует И не принимает Решения На эмоциях Почему у детей Деньги не держатся Они слишком импульсивны Они не умеют копить Они не умеют ждать Они не умеют распределять Они не умеют структурировать Они очень импульсивны Они не системные Поэтому Большинство людей У которых с деньгами плохо Они действительно Не системные Они действительно Инфантильные Они очень порывистые Они очень эмоциональные Поэтому в этом смысле Я согласен Потому что Чем взрослее личность Тем больше он управляет собой Он распределяет деньги Он не дергается Он во время кризиса не паникует Ага, акции там такие-то снизились Можно сюда вложить денежку Так, ага, здесь не паешься, не суетись Да, подожди, успокойся Подожди, пока все осядет Как все осядет, начнешь двигаться А дети начинают паниковать, суетиться Кричать и орать, истерить Поэтому в этом смысле очень правильное сравнение Ну что, у нас сколько времени осталось? Парочку минут мы прощаемся И про деньги я бы подытожил еще раз Это вот с последнего Действительно финансовый успех Это все-таки про взрослую личность Это про человека, который Не ведется на детскую Вот эту непроработанную часть Про инфантильность эмоций Я повторюсь, что очень важно, чтобы получить свой успех Надо найти свое С точки зрения способности Что получать свои способности Нужно все-таки понять свои способности Нужно пробовать Чтобы пробовать, надо проработать убеждение Что пробовать это плохо Не бойтесь пробовать Это личная жизнь Это финансовая Это ниша и так далее Затем нужно понимать, что Очень многие вещи лежат у вас под ногами А вы просто их не видите Потому что только смотрите вперед Потому что так сказала мама или папа Затем вам нельзя хотеть понравиться Успех и понравиться априори в разных сторонах Поэтому действуйте так Как вы считаете нужным Не желая понравиться окружающим Да Не бойтесь прикричать о себе Если вы классно делаете татуировки Не бойтесь показать на весь инстаграм Что вы классно делаете татуировки Если вы классно там Я не знаю Делаете там что-то Не бойтесь об этом заявить Да Не бойтесь себя демонстрировать Не бойтесь давать о себе рекламу Ну и последнее Это самое главное Что капиталом надо управлять А чтобы управлять капиталом Нужно перестать быть детской личностью Надо работать над собой Над своими эмоциями Над своим саморегулированием И здесь собственно говоря Как раз эмоциональный интеллект Рулит и разваливает А ты бы что сказала про свою историю И свои рекомендации? Ты знаешь А я бы тебя напоследок спросила А ты сам можешь остановиться? Потому что Я думаю ты согласишься Что то как ты работаешь Ты ведь не работаешь Это не работа Это уже образ жизни Это служение скорее Чем работа Это не то как люди приходят Подсидел С девяти до шести Все я свободен В воскресенье я иду пить пиво с друзьями Ты согласен что ты не работаешь А служишь Скорее Что это образ жизни Что ты так живешь В какой-то степени да В какой-то степени нет Я служу с точки зрения Морально-этических обязательств Потому что люди Которые меня смотрят И которые заплатили за сезоны Которые подписаны Я перед ними Имею обязательства И моральные И рабочие С точки зрения И например здесь же Я бы не смог например на бале работать Мне много раз предлагали Да оставайся на острове Веди ты там с острова свои семинары Я не могу Для меня это разные вещи Я либо отдыхаю Либо я в процессе Вот Я тебе так могу сказать Что я не фанат своей работы Да В этом смысле То есть Я На данном этапе своего развития Я понимаю Для чего я это делаю То есть Все что я делаю Каждый день В большом объеме Я понимаю Для чего Три Пять Десять Я знаю Что я делаю Зачем я это делаю Через десять лет Что будет То есть Каждый день Моего напряга Каждый день Моего Инвестирования Моего ресурса Это для того Чтобы произошло то Что через десять лет Я Выстроил Тогда у меня есть понимание Для чего Если у тебя нет Увидения На десять Пятнадцать лет вперед Ты просыпаешься И говоришь Зачем А у меня Я могу быть уставшим Я могу быть там Вымотанным Но я понимаю Смысл Вот этого Процесса всего А дальше Надо просто Набираться ресурса И не тратить его Но я Не исключаю Что я через Десять лет Когда реализую Свой план Я буду Меньше интегрирован В частное Консультирование Ну а во вторых Мне пока что Очень нравится Это Мне нравится Обратная связь И мне нравится Результат И Впереди Те проекты Которые я хочу Сделать Они еще больше Принесут Полезного Результата И тогда Я уже могу сказать Ну я сделал То что хотел А теперь Поехали путешествовать Возьму там В охапку Любимую девушку И мы там Полетим там От Австралии И дальше Знаешь да Я наверное в завершении Хотела бы сказать Людям о том Что успех Это путь А не пункт Назначения Очень многие думают Что я приеду В успех Сяду там на яхте Под солнцем И вот Я успешный Да Но на самом деле Правда заключается в том Что когда к тебе Какие-то минимальные Первые успехи приходят Ты убеждаешься Как быстро Они обесцениваются Абсолютно Ты заработал Свой первый миллион Когда-то тебе казалось Это миллион Потому что миллион Это одна поездка Это одно путешествие Там куда-нибудь На Сейшел На Гавайи Это вот Это один раз Не знаю Две недельки отдохнуть И десять дней На Мальдивах Вот все Нет твоего миллиона И поэтому Если вы думаете Что когда-то Вот наступит Та самая точка Где вы приехали Сели на жопу Расслабились И все классно Этого скорее всего Не будет Поэтому Рекомендую Всем от души Получать удовольствие От самого пути От маршрута От каждого шага Это как я мечтала Стать писателем Но когда я увидела Свою книгу В руках Я порадовалась Пять минут Пять минут Я прыгала И мне было кайфово Я говорила Я писатель Это стоит на полке В магазине И там моя фотка Все как я мечтала А через пять минут Это стало просто Моей нормой И просто Ну да что И потом Когда мне говорили Вау Ты писатель Ну да что То есть для меня Писатель стало Ну как для кого-то Сантехник Или доктор Или учитель Ну это просто профессия Но когда я писала Эту книгу Это было Очень много Ночей кайфа Неопределенности Адреналина Мучений Переписывания Эмоций Вот проживания Каких-то ярких Таких моментов Поэтому Учитесь получать Удовольствие Да От процесса Независимо От результата Результат бывает Непредсказуем Бывает предсказуем Это по-разному Но Надо учиться жить На самом деле Здесь и сейчас Каким бы ни было Это здесь и сейчас Мне кажется Жизнь это то Что происходит с вами Пока вы Мечтаете о своей Сказочной жизни Абсолютно точно Я знаешь Я консультировал Одного человека Я не знал сначала Кто это Но он Потом Я понял Что Когда он Произнес Некоторые фамилии И некоторые обстоятельства И я попросился Своего ассистента Посмотреть Что это за человек Оказалось Что он реально Входит десятку В Forbes В России Десятку Я вопрос С ним в лицо Никогда не знал И этот человек Мне произнес Одну на консультации Фразу Он говорит Леша Инфляция счастья Очень большая И мы с ним Об этом Как раз Говорили И Понимаешь Пока ты идешь К своей Феррари Ты счастлив Потому что Ты идешь Через терни Через потери Через Вот у меня Есть История 10 миллионов По инструменту Фонду Я пока Иду Адреналин Рынок растет Падает Потери Я недавно Миллион Потерял Потом заработал Вот в этом Весь Процесс А когда я Зафиксирую Прибыль Там 10 миллионов Я скажу Ес А через 3 дня Я скажу Ну и что Да В этом и есть Весь момент В жизни Один сплошной Такой вот Веселый процесс И не нужно думать Что когда-то Вы зафиксируете Результат И тут начнется Безграничное счастье Не начнется Начнется Безграничная депрессия Поэтому Получайте удовольствие В этом процессе Ставьте цели Карабкайтесь к ним Не получилось Ставьте другие цели Карабкайтесь Вот в этом карабкании И есть весь кайф жизни Уже когда Можно пересидеть где-то Да Там Перевести дух И заново карабкаться Мы к этому Биологически приспособлены А вот люди Которые думают Сейчас мне вот там Миллион Сейчас мне бы машину Сейчас мне бы квартиру Ну наверное Такие есть и немало Они говорят Так устало Так устало Так устало Но это говорит о том Что они занимаются Просто не жизнью Они занимаются выживанием К сожалению И им приходится Просто выживать Работая там На какой-то работе Да Для того Чтобы просто С понедельника По пятницу Работать А потом Суббота В воскресенье Отдохнуть Но это конечно Грустно Я надеюсь Что людей Которые будут Жить С точки зрения Преодоления Вот Ситуации Достижения Результатов Следующие цели Достижения То есть не невротическое Следующее 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 А вот По кайфу Вот мне По кайфу Попробовать Эти 10 миллионов Сделать на этих акциях Мне вот по кайфу Но В этом же есть Весь прикол Согласна В общем ребят Счастье Это либо сейчас Либо никогда В будущем Никакого счастья нет Это то что Либо сейчас Вы испытываете И выбираете Сеченов Описал это научно Психические рефлексы С усиленным концом Всегда притупляются Цитирую Сеченова Представьте себе Что вы любите Рябчиков Жареных И вы едите Рябчиков Там раз в месяц Как ваши рецепторы Реагируют А теперь представьте себе Что вы едите Рябчиков Три раза на дню К месяцу К ряду Как вы будете себя чувствовать Вас от рябчиков Будет тошнить Вот когда вы Идете к своей цели Она вас где-то там далеко Она вас мотивирует Вы получаете эмоции Когда вы эту цель добьетесь И сядете в свою машину И несколько недель На ней поездите Вас притупятся Психические рецепторы Так с людьми Так с деньгами Так с квартирами Машинами И со всеми остальными Слушай Ну вот про усиленные концы Я надеюсь Что мы поговорим В следующем эфире С тобой В следующем видео А сейчас давай прощаться Ребят Спасибо что посмотрели Подписывайтесь на наши каналы Включайте обязательно Колокольчик оповещения Потому что мы сейчас Будем вас радовать Новыми видео Чтобы вы всегда знали Что мы с вами на связи Спасибо вам большое Спасибо ребята До встречи До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok